В России пропадают трудовые мигранты из Таджикистана. Туркменских студентов забирают в армию прямо из аэропорта. Рассказ матери убитого в Ахдадской колонии. По утверждениям правозащитников в России наблюдается тенденция пропажи трудовых мигрантов, в частности, выходцев из Таджикистана. Причем это происходит в момент задержания или же после вызова в отделении полиции. Российская полиция в ответ на обращение близких отрицает факты задержания или вызова в полицию пропавших людей. Об этом пишет радио ЗАДИ. По словам защитника прав трудовых мигрантов Карим Джона Йорова, лично он оказывает помощь родным и близким около 20 пропавших без вести таджикистанцев, которые заявляют о том, что их близкие вот уже как год-два исчезли после их вызова в полицию или задержание. Российские власти в ответ на такие обращения либо занимаются отписками в стиле «Мы рассмотрим ваши заявления», либо категорически отрицают факт задержания исчезнувшего мигранта. Житель района Хамадони Хатлонской области Мирзо Зарифов разыскивает с 2017 года двоих своих братьев. 37-летний Усмон Зарифов и 29-летний Бабухалил Садулло были задержаны 13-14 июня 2017 года в районе Парка Солнцево города Москвы. Через два дня после задержания братьев по запросу российских властей были опрошены их родственники в районе Хамадони, но больше никаких сведений о судьбе задержанных не имеется. Российские власти, как и таджикистские, заявляют, что им ничего не известно о задержании. По мнению правозащитника Йорова, пропажа мигрантов превращается в обычное явление. Больше всего таких случаев происходит в городах Московской области. Власти отвечают, что мы не задерживали или говорят, что после допроса задержанные были отпущены. Некоторые из них сообщают о себе из тюрьмы, но от других вообще нет никаких вестей. В последнее время появились слухи, что якобы ФСБ имеет специальные тюрьмы, куда доставляются иностранные граждане, подозреваемые в связях с террористическими организациями, говорит Йоров. Также юристы отмечают, что власти должным образом не ведут поиск пропавших мигрантов. При этом в представительстве Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России подтвердили, что к ним ежемесячно поступают по несколько заявлений о пропавших мигрантах. Еще четыре студента, приехавшие на каникулы в Туркменистан, были отправлены в армию прямо из аэропорта. Об этом пишет хроника Туркменистана. Молодые люди прилетели из Турции в ночь на 1 июня. Двое молодых людей родом из Байрам-Али, двое других из Липапского Вилаята. В международном аэропорту Ашхабада их встречали родители, но так и не дождались. 3 июня после обращения во всевозможные инстанции, родители выяснили через знакомых, что их дети находятся на территории Ашхабадского военного гарнизона в качестве новобранцев. Молодых людей разместили в отделении, где находятся уклонисты от армии. В аэропорту их сразу после паспортного контроля забрали на допрос, который длился несколько часов. После этого офицер Ашхабадского гарнизона заявил, что они призваны в ряды вооруженных сил. Это уже не первый случай, когда при возвращении на каникулы студентов забирали в армию. Аналогичная ситуация произошла в мае текущего года, когда в армию забрали прямо из аэропорта студента, вернувшегося из Москвы. Мать одного погибшего в Ахдадской колонии в ходе массового убийства заключенных рассказала журналистам о своем погибшем сыне. Местная жительница по имени Сакина, имя изменено, не может сдержать слез. Мой сын покинул этот мир голодным. Все, что он просил, это привезти ему что-нибудь вкусное и сытное, рыдает она. Об этом пишет EuroAsiaNet.org. Сын Сакины позвонил ей из колонии незадолго до резни, через 10 дней после начала Рамазона, и сказал, мама, пожалуйста, привези мне что-нибудь поесть, мы сейчас постимся и мне не хватает еды. 20 мая сотрудники местной милиции уведомили Сакину о том, что ее сын был убит в ходе бунта, и она может поехать и забрать тело сына из колонии. Я просто не могла в это поверить, мы виделись совсем недавно, он просил меня приезжать к нему как можно чаще. Он говорил, что ему ничего не нужно привозить, главное, чтобы я приезжала, рассказывает Сакина. Когда Сакина и другие члены семьи подъехали к воротам тюрьмы, их заставили ждать в течение нескольких часов. В таком же положении оказались многие другие родственники погибших заключенных. В конце концов, полицейские сказали, что власти сами их похоронят. Мы начали спорить с полицейскими, они отказывались обращаться с нами, как с людьми, они унижали нас. Сначала они сказали, что вынесут тело, а потом сказали, что не станут этого делать. Мне даже не разрешили попрощаться с сыном. Нам так и не сказали, что произошло, как вспыхнули беспорядки, как убили моего сына, говорит Сакина. После долгих споров и унизительных упрашиваний, группу родственников отвезли на кладбище в Душенбе. Там из грузовика выгрузили семь тел, завернутых в простыни. Сакина сказала, что сопровождавшие их сотрудники службы безопасности не позволили матерям увидеть лица погибших, что вызвало очередной всплеск негодования. «Я потеряла сына, и еще шесть семей потеряли мужей, отцов, сыновей, а они не хотели показывать нам наших детей. Я вырастила сына, а не они. Убить легко, а вырастить ребенка сложно. Несмотря на все наши просьбы, полицейские хранили молчание, они нам не отвечали», — сказала она. Напомним, в ночь с 19 на 20 мая в таджикской колонии строгого режима произошло массовое убийство заключенных. По разным данным, были жестоко убиты более 30 заключенных.